Продолжение следует... Азы военной науки вчерашний школьник постигал в полковой школе младших командиров. А три месяца спустя сержант Барков уже принимал участие в боях на дальних рубежах обороны Москвы. Немцы, конечно, поднимают сумасшедший огонь. Мы залегаем, нас еще поддерживают. Мы снова идем. Первую траншею, вторую траншею. Все, повоевали. Ночь наступила. Команда по цепи. Отходим, отходим, отходим. Отошли. И вот так в течение продолжительного времени нашу гвардию, 75-й гвардейский стрелок полковой, то на один участок фронта, то на другой участок фронта, чтобы ввести, очевидно, в заблуждение неприятеля, что у нас большие здесь силы под Москвой. Как раз в это время немцы пытались организовать контрнаступление. В тяжелых боях, зачастую рукопашных, Барков получил серьезное ранение, после которого дорога на фронт для него была заказана. Тяготы войны, конечно, не замедлили сказаться на здоровье фронтовика. Я для себя в один карманчик нитроглицерин, в другой вальдол, вот так, и стал понемножку ходить. Ходить 100 метров, 200 метров до парка, то на одну скамеечку, то на другую скамеечку. Через пару лет ветеран Великой Отечественной наматывал километры по близлежащему парку на Химаше, а чуть позже получил и допуск на марафон. Я вместе с ребятами во главе, по 10 человек, 15, а то и 20 человек выезжаем на московский международный марафон, на сибирские марафоны мира, в Тюмень и в Ломск, вот так. Всего в послужном списке героя нашего сюжета 30 марафонов, а также орден Отечественной войны второй степени, две медали за боевые заслуги и другие награды. В школьные годы Михаил Гранадзе рекомендовал себя талантливым боксером. Еще до ухода на фронт крепкий паренек успел собрать порядочную коллекцию спортивных регалий. Чемпион Города, чемпион Урала несколько раз. Ну, громким штилем, если выражаться, был серебряным призером России. Спортивная выдержка не подвела граната и в боях на Первом Прибалтийском фронте в 44-м. Дождь поливал в тот год нещадно. И без того разбитые военные дороги превращались в непролазную грязь. На наблюдательный пункт идти грязь такая, что я вытаскивал со скрипом, что ли, сапоги и оторвал подошвы. Такая цепкая грязь была. Я даже заревел вот так стоял. Мне так обидно, что мне немного уж остается, у меня уже силы не отойти засасывать эту грязь. Долгожданная победа напротив пришла к нашим прибалтийским частям в погожий денек. Словно в боксерском поединке немецкие войска выбросили белый флаг. Весна как-то тихо, уже спокойно было. И мы-то из целяли, и они-то так пострелили редко. А тут вдруг капитуляция. И вот весь передний край. И портянки, и кальсоны, и простыни. Все в белом. На этом ратная служба фронтовика не закончилась. В Латвии уральский боксер, назначенный физруком бригады, организовал, как это ни странно, акробатическую группу. По сей день Михаил Гранат убежден, что именно занятия спортом позволили ему и его однополчанам выдержать все трудности войны. Лыжники так... И вот из Динамо нашего, Свердловского Динамо, многие ушли на финскую компанию, себя отлично показали. Были подготовлены. Хорошо на лыжах ходили. Ну и потом они физически, конечно, лучше были, переносили трудности войны. Лучше, чем такие обычные люди. Волейболщик играл, играл в волейбол за вторую академию на первенстве вузов. Играл я больше по сути, чем этим, да. Так в шахматы иногда играл это дело. И так, по сути дела, ну а война началась, не до игры. В августе 42-го Геннадий Красовский попал на Воронежский фронт. Вскоре полк, стоявший до того в обороне, был переправлен под Сталинград, где, казалось, идут бои местного значения. Эти сражения фронтовик описывает в новелле собственного сочинения. До победы, однако, было еще далеко. Четвертый украинский фронт, в составе которого воевал Красовский, дошел до самой Чехословакии. Правда, разделить радость победы фронтовик смог не 9 мая, а чуть позже. И вот за 13 число есть письмо, там только одна фраза. С победой тебя, дорогая денушка. Без коверия. Из-за различных проволочек демобилизовался Геннадий Павлович нескоро. Сослуживцы даже прозвали его человеком с демобилизационным настроением. После войны Красовский устроился главным инженером на предприятии, сотрудником которого стал активно прививать любовь к спорту королей. Понимаешь, что я начальник штаба, главный инженер, у меня все инженеры. А я с умом должен быть так. Заставил всех играть в шахматы. И это здорово помогало людям вообще делать. Фронтовик до сих пор не расстается с шахматной доской. Участвует в различных турнирах. При этом настаивает на том, чтобы его называли именно фронтовиком, а не участником войны. Не скажу, что не кланялся смерти. Это было не всем по плечу. Я еще не участие, поверьте. Я участником быть не хочу. На фронт Михаил Ростик попал воентехником 2-го ранга. Прямиком из Ленинградского артиллерийского училища, куда 17-летний юнец был зачислен в порядке исключения. Был такой эпизод. Он был описан в одной из фронтовых газет, когда во время боя противник выбил две пушки полковых. И мы непосредственно огневой позиции во время боя сумели из этих двух пушек собрать одну пушку, которая еще в этом же бою снова начала стрелять. И, в общем, решила судьбу этого боя. Довелось Михаилу Борисовичу воевать и на знаменитой Курской дуге. Дивизия, в составе которой числился Ростик, освобождала Орел и первой вошла в этот старинный русский город, за что получила название Орловской. «Были, в общем-то, массированные налеты, бомбили ужасно. И я помню, что я спрыгнул в канаву для того, чтобы как-то укрыться. А там лежал дохлый баран. И я на этого барана как раз упал». В тех боях Ростик был тяжело ранен и вскоре демобилизован. Несмотря на многочисленные травмы, фронтовик решил возобновить занятия волейболом. Этим видом спорта он увлекся еще в школе, в городе Старая Русса Нижегородской области. «Когда меня в последний раз ранил, у меня не стала гнуться рука, и эта рука была перебита. Я все равно продолжал. Я разработал левую руку, научился нападать левой рукой. Единственное, чего у меня не было, это хорошая блока. Но, тем не менее, я играл». В составе сборной команды Свердловска Михаил, уже дипломированный медик, выступал и на первенстве РСФСР. В память о том удачном сезоне ветеран Великой Отечественной хранит диплом за третье место. Спортивные заслуги Михаилу Ростику дороги не меньше, чем боевые. «Играл я долго довольно-таки, пока не сломал вторую руку. У меня потом я сломал тоже внутрисуставной перелом левой руки. Ну и тогда уже прекратил. Но я, когда учился в институте, я не только в волейбол играл. Я за команду института выступал и по гребле, по плаванию, в эстафете уральский рабочий лет до сорока, может быть, даже больше, на лыжах, на коньках. То есть практически вся моя жизнь прошла со спортом». Андрей Семенов вырос в глухих таежных лесах. По молодости ходил на охоту. Стрелял рябчиков и косачей, ставил капканы на зайцев. В 42-м, когда призвали в армию, стрелять пришлось уже на фронте. «Из 70 нас 10 человек оставили вот в этой дыре. Ну и начальник, там командир-то ихний говорит, ну, говорит, я два часа могу держаться, а у них задание, если немцы пойдут, значит, два часа. Должны они держаться там, пока помощь придет дальше. Ну и вот я там был два месяца. Четырех немцев убил». Снайпер не имеет права на ошибку. Слишком высока цена выстрела. Тем более, когда через речушку на расстоянии 600 метров от тебя расположились вражеские войска. «Я немца одного убил на 600 метров, а там вот такое, это самое, дерево рос. А какое дерево, я точно не могу сказать. Он вышел туда и с бинокуля смотрит. Ну вот я приспособился так хорошо и долбанул его». Несмотря на тяжелые воспоминания, в послевоенное время уральский снайпер не оставил занятий охотой. Пристрастился он и к лыжам. Когда-то на улице московской застройки не было, и Семенов с друзьями день за днем наматывал километры на самодельных лыжах. «Я нашел обыкновенные солдатские лыжи. Хорошие лыжи взял, привязал вот так, карандашом обчертил кругом и ножом давай стругать. А там ни стамески, ничего нет. Ну и вот. А сверху обыкновенно стекло где-нибудь найдешь, и укрепишь, и давай сверху и снизу все скоблел, а чтобы они эластичные были». Благодаря природному таланту Семенов дорос до звания мастера спорта. А вот фронтовиком, а не просто участником войны, герой нашего сюжета официально стал только в 90-х годах. Дело в том, что в военных документах Андрея Герасимовича неправильно указано его отчество. Получается, что немцев он косил, а по бумагам на фронте не был. Признание боевых заслуг Семенову пришлось ожидать более полувека. На фронт молодой парнишка, страстно увлекавшийся парусным спортом, попал в первый же год войны в Одессе. А в 42-м лейтенант Шапильский оказался в самой гуще боев под Сталинградом. И как раз Монштейн в это время шел, чтобы деблокировать Сталинград. И на нас поперли танки ГОТа. ГОТ командовал танковой группой. Из 39 молодых пацанов... Из 39 однополчан Шапильского выжили только 11. Да и сам Владимир Иосифович, засыпанный после атаки землей и осколками снарядов, выжил благодаря счастливой случайности. Нашли меня наши по биноклю. Когда завалило, а что у меня на руке был ремешок от бинокля. Ну кто-то из солдат увидел, лежит бинокль. Ну как не взять? Потянуло, за ним рука потянулась. Откопали. Везли в госпиталь. После капитуляции Германии, о которой повидавший виды боец узнал в немецком городишке близ Потсдама, Шапильский вновь стал ходить под парусом. Правда, уже на сухопутной уральской земле. В послевоенную пору на Визовском пруду как раз организовали парусную секцию. Вот Виз. Первый купил 5 темок. Это тройки. Два оптимиста, не оптимиста, два Олимпика, это одиночки. И два Ярша, это двойки. Вот был весь первый в 1947 году. С этого пошел парус Свердловский. С тех пор Владимиру Шапильскому удалось организовать в Свердловской области 15 яхт-клубов. Ну а в длительное плавание герой нашего сюжета последний раз выходил в середине 90-х годов. В 95-м году я был у приятеля в Израиле. Там меня познакомили с хозяином яхты. И мы с ним вдвоем пошли на Кипр. Потом в Грецию. Из Греции в Египет. Там он меня свозил на пирамиды. Сели на яхту, забункировали, взяли воду, продукты, горючее. И ушли в Тель-Авию. Студентка медицинского института с красивым именем Софья клятву Гиппократа давала еще в довоенное время. Теорию врачевания хрупкая девушка изучала за партой. А вот практику проходила в жутких условиях полевых госпиталей. Самое тяжелое было это в Смоленске. Потому что очень бомбили. Мы не имели права выйти из палаты. Мы должны были сидеть, стоять там, быть с больными. Больные никуда не эвакуировались. Лежали тяжелые на вытяжении. И каждый врач в своих палатах был при больных. Свой фронтовой путь Софья Вульфсон начала в Калуге, а завершила в экзотической Японии, куда наша армия была переброшена уже после окончания Великой Отечественной. Я хоть была и медик там, в медицинской части, но у меня все время организовывают всякие соревнования, даже во время войны. И ей пришлось ездить в другие части насчет спорта. Миниатюрная Софья спортом увлеклась еще в детские годы. Погожие деньки она нередко проводила на волейбольной и баскетбольной площадках. А в зимнюю стужу с клюшкой в руках выходила на лед. Мы играли на первенство СССР, на кубок СССР, на Центральный совет локомотива и так далее. У нас была команда, она была сборной по хоккейу с мячом, конечно. Набрали в один коллектив локомотив, и вот мы ездили на все соревнования. И так же волейбол и баскетбол. И почему-то я всегда была капитаном команды. Не знаю почему, самым маленьким ростом. Вещи спортивного пути Софьи Вульфсон, конечно, поскромнее фронтовых. Но дело здесь даже не в географических рамках. В спорте ведь тоже порой разворачиваются самые настоящие баталии. В волейбол мы играли всегда. И так собралась. И в баскетбол я играла. И на передо СССР вот мы ездили. И в Киев, и в Ленинград, и в Москву. Ну, уже во всех городах, можно сказать. 22-го была объявлена война. В это время мы должны играть в футбол. На СССР и Локомотив. Игра состоялась. Так уж распорядилась судьба, что вскоре Владимиру Коту пришлось совершать вылазки не к воротам соперника, а в тыл врага. Особенно тяжко пришлось при форсировании Днепра, на левом берегу которого нашим войскам с трудом удалось захватить плацдарм. На метралку выползем, ждем, когда все утихнет, а он без конца ракеты бросает. Ну, когда бросают ракеты, там ничего делать. Я зашел, засечет группу, и группа вся удалится. И только на шестой раз, когда мы пошли на следующий день, нам удалось взять из блиндажа, накрыть на блиндаже немца. И куда только не заносило Владимира Даниловича нелегкое. За годы войны разведчик пересек границы семи государств и даже побывал в песках знойной пустыни Гоби. А 9 мая, когда вся страна уже отмечала День Победы, Кот с боевыми товарищами пытался взять в плен фельдмаршала Шернера. И вдруг выходит самоходка из-за сопки. Наши транспортеры идут, мы едем на транспортерах. Значит, хорошо, что два снаряда она выпустила по нашим транспортерам, и День не попал в транспортер. И мы сумели выпрыгнуть с транспортеров, а там танковый ров рядом шел. Мы в этот танковый ров, следующими снарядами три транспортера, и пушка была разбита. Однако и на фронте Кот не прочь был погонять футбольный мяч. В охотку поражал ворота сослуживцев и выходил на поле в своеобразных международных матчах. Мы у себя собрали команду из нашей разведчасти. Там 7 или 8 человек в этой команде, ну там с дивизии еще было 3-4 человека. И мы без конца, пока стояли на отдыхе, вечерами играли с этой поселковой командой чешской футбол. Вот, и там даже спорт потребовался. По возвращении в родной Свердловск Владимир Данилович возглавил областное спортивное общество «Спартак». Немало добрых дел совершил Кот на этом посту. А уж сколько ветеранов при нем пополнили ряды спартаковцев, не сосчитать. Мы, которые остались живыми, мы будем с радостью его встречать, этот праздник, что мы дожили до 60-летия победы. Но в этот же праздник у многих будут слезы, будут вспоминать о своих сыновьях, мужьях, которые не вернулись с фронта. Ветераны, помните, держитесь, что вы нужны нашей родной России. Изрядное количество километров на лыжах пришлось отмотать Александру Резвову во время Великой Отечественной. В первый же год войны он пополнил ряды разведывательного батальона, который составляли исключительно спортсмены-разрядники. В такой амуниции Резвов отнюдь не походил на биатлониста. Общие черты, конечно, есть. Только вот биатлонист ведет борьбу за медали, а на фронте совсем другие ценности. Сутки пролежали в снегу. Сутки. День весь. С утра до вечера. Но зато все увидели, что там где, как ходят, до чего. И находились где-то метрах в ста от деревушки. Ночью подошли к деревне, посмотрели. Один часовой, второй ходят. И двухчасовых, два языка взяли, привели. К утру уже только. За ту операцию, первую в своей военной биографии, Резвов удостоился медали за отвагу. Кто знает, чем бы закончилась для Свердловского разведчика эта вылазка, не будь у него солидной лыжной подготовки еще со времен начальной школы. Если идешь по деревне, по деревням идешь, одной, второй, то семь километров. А напрямую, через поле, поле прямо, пять километров. Где интереснее? Конечно, здесь ходить так. Зимой-то снег, а зимой снег только лишь на лыжах. Поколению за поколением передавал Резвов свой бесценный боевой и спортивный опыт. В послевоенную пору за десятилетия тренерской деятельности Александр Васильевич подготовил 26 мастеров спорта по лыжам и 43 по военному тройборью. Как и многие сверстницы, военные годы Светлана Федорова провела в госпиталях. О ремесле медсестры, однако, она не помышляла. Все карты студентки института имени Лесгов-то спутала война. Раненых с поля боя Светлана Федорова, правда, не выносила. Службу она проходила не в полевых, а в эвакуационных госпиталях. Например, недалеко от блокадного Ленинграда. В 43-м году, когда мы ехали по Ладожскому озеру, по этой дороге жизни, когда наш госпиталь перевозили уже на большую землю, на машину, на которую я опоздала, в нее попала бомба. Она пошла под лед. Никто не спасся. А на второй машине мы все-таки проскочили. Федорова выжила случайно. Наверное, символично, что именно во время съемок этого сюжета Светлане Леонидовне пришло поздравление с днем рождения. От областного спортивного общества «Спартак». С днем рождения! С днем рождения! Спартак! И в баскетбол мы играли, и в волейбол играли. В общем, тогда не было такой узкой специализации. Как сейчас все-таки есть какая-то узкая специализация. А тогда этого не было. Поэтому мы были, как называемые, многоборцы. И бегала, и на лыжах, и на коньках. И вот на коньках так как раз вот мы в хоккей-то и играли. И кончила я с разрядом, второй разряд по хоккею и по баскетболу. Своими спортивными заслугами Федорова, правда, хвастаться не любит. Зато в охотку рассказывает о поездках на Олимпийские игры. Побывала Светлана Леонидовна в Риме, Саппоро, Инсбрук и Мексике. Кстати, в этих странах она гостила вместе с другими ветеранами-фронтовиками. С тем же Владимиром Котом, который также был героем одного из наших сюжетов, а сегодня возглавляет городской совет ветеранов войны и спорта. Спортом Василий Горбенко увлекся в 15-летнем возрасте на Украине. После окончания семилетки в родном селе Водинно он поступил в техникум, где стал активно заниматься бегом. Душа лежала к средним дистанциям. Именно на полуторке, трешке и пятерке у него были лучшие результаты. В 1939 году его призвали в армию, в Ровненскую танковую дивизию. Там и застала нашего героя война. 22 июня у нас были тактические занятия ночные. И мы фактически в три часа закончили и легли спать. И говорим, не тревожьте нас, завтра будем мы спать долго. Ну, а тут меня этот Невальный, значит, толкает. Васька, Васька, поднимайся, все на митинг. Я, какой митинг? Он говорит, война началась. На фронте Василию Горбенко довелось побывать и механиком, и водителем танка. Той самой легендарной 34-ки, которая была основной боевой машиной в танковых войсках нашей армии. Хотя даже броня Т-34 не всегда уберегала от ранений. Если сказать, так сколько в госпитале я прошел, это трудно даже. Ну, первым мало Вишеров, Боровичи, Рыбинск, Свердловск. И так я здесь и оказался. В столице Среднего Урала бывший танкист занялся спортивно-общественной деятельностью. В 1957 году вступил в ряды общества «Урожай». Организации, подготовка кадров, значит, подготовка спортивных и создание спортивной базы. Вот три направления, которые в моей работе были. Особая заслуга Горбенко в том, что вся его деятельность была направлена на развитие спорта не в городской, а в сельской местности. Одно из его достижений – во всех деревенских школах появились специалисты по физической культуре. Как итог, за 30 лет работы в Урожае Горбенко со своими единомышленниками добился внушительных результатов. Подготовили за эти годы 176 мастеров спорта и мастеров международного класса, 7 человек. Если так сказать, по залам, то у нас полсотни залов появилось на деревне. Настоящих, не просто таких, а таких 30 на 15, 24 на 12. Предан спорту Василий Григорьевич и сегодня. В свои 85 он по-прежнему отвечает за организацию областных ветеранских собраний, в которых и сам принимает участие. Школьные годы Глеб Жуков провел в родном белорусском городе, Слободской. Там же увлекся спортом. Ходил на лыжах, бегал на коньках, занимался легкой атлетикой и гимнастикой. Но больше всего Жукову полюбился футбол. Футбол был летом. Раньше ведь футбол-то только летний был, зимой хоккея не было. Но мы катались и на коньках, и на лыжах, и все. И вот тут аккурат началась война. В 41-м году застала она на футбольном поле. Я играл за детскую команду тогда. Мне было 15 лет. Через два с небольшим года паренька, неравнодушного к футболу, призвали в армию. Жуков Глеб Борисович попал в танковое училище, которое закончить не получилось. Отправили на фронт простым шофером. Возить приходилось снаряды, бомбы, а также раненых. По окончании войны в 50-м году Глеб Дмитриевич переехал жить в Свердловск, где сразу же поступил в техникум физкультуры, который закончил с красным дипломом. Причем это было не единственное его достижение в области спорта. На Спартакеаде России у нас было в 52-м году в Саратове, в Венгельсе. Мы стали чемпионами России среди техникум физической культуры. Начиная с 52-го года Жуков выступает за цеховую команду «Зенита» на первенстве города и тренирует начинающих хоккеистов и футболистов. А в 57-м вступает в спортивный клуб «Уралмаш». Мы были все время победителями, чемпионами города. Это как бы стабильно уже все. А в области мы один раз были вторыми, а остальные так вот третьи, четвертые места занимали. И выигрывали кубок города. Наград у Жукова хватает, но это не главное. Глеб Дмитриевич умудрялся долгое время выступать сразу в трех амплуа – тренера, игрока и судьи. Причем деятельность арбитра пришлось прекратить лишь в прошлом году в возрасте 78 лет. Секрет такого спортивного долголетия предельно прост. Главным спутником по жизни у Глеба Жукова всегда был активный образ жизни и занятие физической культурой. «Если бы не спорт, так войну бы нам и не выжить бы, не выстоять так, сколько вот нас это и спали на снегу, и везде где-то каприходилось. И ведь и не болели, и не болели. Вот о чем дело. Он много помог. Спорт – это много помог. Борис Ефремович Киселев спортом начал заниматься с малых лет в Белоруссии, где родился в 23-м году. И хоккей, и футбол, и стрельба – это были постоянные мои друзья. Однако нашел себя Борис Киселев в авиационном спорте. В 15 лет он пришел в местный аэроклуб, а в 16 поступил в Одесское училище. Ну, это тогда принято было. Тот возраст, который я говорил, даст мне 150 тысяч летчиков. Значок «Ворошиловский стрелок» – это был как мастер спорта, понимаешь, получить в то время. Значок «ГТО». Это эпидемия была. Это все люди старались, молодые, обязательно в этом участвовали. Авиация в военные годы играла одну из главных ролей. Эффективность авиации определяла исход большинства сражений. Летчики были нужны, как воздух. В училище военно-морского флота под Куйбышевым всего за 9 месяцев пилоты, которые не успели доучиться из-за начавшейся войны, получали максимум практических знаний и на фронт возвращались полноправными участниками военных действий. Летный состав нам пополнять уже пришлось в училище готовым материалом. Люди, которые летали уже. Главное – летать, хоть на метле, хоть на чем. Летать. Воздушные дуэли случались нередко. В одной из них младшему лейтенанту Киселеву улыбнулась удача. Вражеский разведчик из-за густых облаков не заметил советского летчика, который уверенно использовал свой шанс отличиться. Нам передали, вот с той стороны подходит разведчик, я ближе всех оказался к нему. И все, мне разрешили входить в атаку. И подсказывали, поближе, поближе подходи. Заглебки видишь? Открывай огонь. Всего на счету Киселева 41 боевой вылет. А вот на поприще спорта заслуги Киселева заметно скромнее. Я руководителем был. Я готовил, создавал условия для футбола, для хоккея, для волейбола. Вот и строил это все, старался. Вот основное, а лично мои, вот это только. А так, чтобы я сам лично там первенство заявал, какое-нибудь, такого не было. Хотя к спорту у Киселева трепетное отношение. Как и у всех героев наших сюжетов, спорт сыграл немаловажную роль в жизни Бориса Ефремовича. Особое спасибо спорту в жизни полностью помогал. Вот возьмите вот сейчас, вот пенсионеров спорта, так, уже какой возраст, так, они стараются, живут нормальной жизнью. При этом не просто живут, а стараются привить любовь к спорту и молодому поколению. Ребята, молодые люди, занимайтесь спортом, смотрите спортивный канал, как наши люди растут. Это самое основное для здоровья и для учебы, и для семьи. Так уж распорядилась судьба, что боевое крещение Георгий Малелин получил после форсирования Красной армии Днепра. Десантную группу, в которой он числился, бросили в бой гораздо позже. А там, на Днепре, приказ перебраться на левый берег так и не прозвучал. Смысл был такой, чтобы мы десантники за Днепр были выброшены. Служил нас полк Грязодубовый, но там, видимо, первая, пятая бригада неудачно дезонтировалась, видимо. И мы двое суток просидели на аэродроме, в полном вооружении, потом отставили это, так. Однако и без того на фронте Малелину пришлось повидать немало. После Тюменского пехотного училища Свердловчанин служил в лыжном батальоне, а демобилизовался в звании командира танка Т-34 только через 8 лет. Когда демобилизовался, сразу стал играть в футбол, меня взяли. Здесь было тогда знаменитое, о, хорошее спортивное общество, пищевик. Вот я играл в этом команде пищевика. Процветавшему в начале 50-х этому спортивному обществу Малелин отдал около двух лет. Спорт герою нашего сюжета вообще с детства был не чужд. Иногда за результат, например, футбольного матча приходилось даже драться, а то и вовсе расплачиваться здоровьем. Мы бывало дрались ЗИК, то есть ЗИК мы и Эльмаш против ВИЗа. Человек подвески с той, с другой стороны. Подеремся, покидаем камня, потом разделимся. Знаете, как делились-то раньше? То так разделились, ты туда, ты сюда, поиграли, опять разодрались. У меня очень были хорошие спортивные данные, очень хорошие. Но я на одном лыжных соревновании голову отморозил. Я три года не мог даже на первом этаже стою, у меня голова кружится. О травмах, полученных на соревнованиях, Малелин не горюет. В конце концов, именно спортивная закалка позволила ему выжить на фронте. Не случайно он был определен в лыжный батальон. И после Великой Отечественной, будучи организатором различных соревнований под знаменами того же труда, Георгий Малелин старался привить своим подопечным любовь к массовому спорту. Своему принципу 15 значкистов ГТО стоят Олимпийской медали, Георгий Малелин верен и сегодня. Если, допустим, пол-пятого, один удар. Если, значит, допустим, час-то, два удара идет. Кругосветные путешествия, экзотические страны, бушующая водная стихия, наполненные ветром паруса. Романтические сюжеты книг французского писателя Жюль Верна с детства волновали Николая Пермякова. В жизни, однако, все оказалось гораздо прозаичнее. Правда, одну мечту герой нашего сюжета все же осуществил. В июне 44-го Николай Васильевич прошел набор в Соловецкую школу юнг Северного флота. Соловецкие острова от Баренцева Боря совсем недалеко. Тогда, значит, бомбили и Архангельск, бомбили и Соловки, бомбили и Мурманск. Как вы это знаете, да? Это была школа, вот говорят ее школа, но на самом деле это была самая молодая по возрасту воинская часть. На тройке учиться не разрешали, отсеивали. Мы учились только на 4 и 5. Я не очень, как бы скажу, блестяще учился, но из моих предметов было только 2 четверки. Остальные были все 5. Уже по окончании войны Николая Васильевича приписали на торпедный катер, стоявший на якоре под Ригой. 9 лет отдал Пермяков своему судну и демобилизовался в 52-м году в звании старшего мичмана. Жаль, что не остался на всю жизнь, потому что я так люблю море и скучал по своему кораблю. 15 лет я ездил на корабль, пока он оставался на плаву. Потом его списали. В память остался у меня один от него штурвал. И когда корабля не стало, я стал ездить на Соловецкие острова. И тоже я был там 15 раз. Отличник учебы Соловецкой школы Юнг, настоящий морской волк и в спорте добился поразительных результатов. На старт своих первых соревнований по лыжам, например, Пермяков вышел в 43-м. А завершил выступление международным марафоном Европа-Азия только в 95-м году. Рос я довольно-таки спортивным парнем, крепким, сильным. Поэтому по восьми видам спорта у меня есть разряды четко. Ну, по легкой, по плаванию, по волейболу, футболу и так далее. По гребле там. Вот я помню, и в Линьграде были. Бежали к гонку патрулей. Такая была. Проводились они в Кавгалово. Это местечко, где проводят обычно первенство нашей Европы, первенство страны, да. Международные гонки. Там мы проводили гонки, гонка патрулей. Это ты бежишь 20 километров, ну, с винтовкой, 8 килограмм песку у тебя, с каткой, все такое. Николай Пермяков убежден, что именно спортивная закваска, полученная на гражданке, позволила ему пережить все тяготы Великой Отечественной. Правда, будоражит его душу отнюдь не победы, достигнутые в спорте. Соловецкие острова, порт пожизненной приписки. Вот о чем Пермяков нет-нет, да вспомнит. Белое море мое, ты дыхание тревог, и начало дорог, не отмеченных датами. Вроби матросской юнги со мной, морем метрами и небом пронизаны, проверено мужество их глубиной, сердца их на верность России испытаны. Я навек твой, юнга, море. Владимир Васильевич Скакун увлекается не только спортом. Неравнодушен ветеран к игре на мандолине и к рисованию. Правда, футбол стал спутником жизни Скакуна значительно раньше. В 1934 году семья 10-летнего Владимира перебралась из Свердловска в Красноуральск. Там он окончил 7-летнюю школу и в 16 лет стал выступать за взрослую команду города. Всю серию ударов я освоил сам и учил ребятишек. Школа наша в городе была непобедима по футболу. Ну, наверное, в какой-то степени вносил определенный успех нашим ребятам. Ну, и я. После окончания школы Владимира Скакуна призвали в армию и определили в авиационное Курганское училище, по завершению которого Скакун был отправлен на фронт в дивизию авиации дальнего действия. В задачи Владимира Васильевича входили доставка новых самолетов с баз на поле боя, а также переправка в осажденный Ленинград мин и снарядов. В одном из таких рейсов Скакун чудом остался жив. Попади под колесо что-то такое, воронка или еще, а тут бои недавно прошли, разлетелась бы и наша машина, и мы на кусочки не собрали. Представляете, около трех тонн снарядов. После победы Скакун вернулся в Свердловск, поступил в УПИ. В составе команды Политехнического института два раза становился призером всесоюзной спартакиады студентов. Затем работал в ряде городов России. Довелось Владимиру Васильевичу побывать и в Индии. Там в матче с местной командой Скакун забил лучший гол на турнире, за что был награжден фигуркой самого святого животного в азиатской стране. В середине 70-х Скакун трудился уже на Петровск-Забайкальском заводе, где не переставал организовывать футбольные соревнования. В спартакиады проводились, участие в областных соревнованиях заводчане принимали. Тут, безусловно, как без спорта можно молодому человеку быть. Сейчас Владимир Скакун на пенсии. Однако образ жизни известный уральский футболист продолжает вести все тот же, что и в молодости. Зарядка каждое утро. А остальное работы хватает. Это говорят пенсионерам делать нечего. Если ничего не делать, нет, действительно делать нечего. А если что-то нужно, так тут всегда что-то, что-то, что-то находится. ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩИЕ Еще до отправки в военное училище Василий Драничников наматывал километры из военного городка до школы. Летом своим ходом, а зимой на лыжах. Отличник в учебе Драничников и во время Великой Отечественной показал себя настоящим бойцом. На фронте он командовал взводом противотанковых орудий. И во время одного из наступлений вражеской техники под Берно прицельным огнем уничтожил пять танков из шести наступавших. К тому времени мы в основном стреляли по танкам. Потому что пехотам это уже не равны пехоте. Там обстрел был шикарный, двойной. Ну и у нас служащие были очень-очень грамотные. Дивизия, где служил Василий Драничников, подобралась довольно спортивная. Не случайно самого Василия Максимовича и лучших бойцов его батареи откомандировали на первенство округа по лыжам. Мы первое место занимали только так, только так. И те же ребята подошли хорошие, здоровые. Ну так, нормально. Послевоенный путь Драничникова пролегал в основном на Урале. Здесь он возобновил занятия лыжным спортом. Я оставил шесть, полтора, вот здесь где-то полтора километра брусок, так. Затем ходишь, умываешься полностью, приходишь в режим и идешь уже на работу. В Екатеринбурге Василий Драничников возглавлял орг. Отдел Свердловского совета спортообщества «Спартак». Его подопечные, кстати, и по сей день величают Василия Драничникова «Спартаком» за боевые и спортивные заслуги. Если для пограничника, например, друг на службе верный пес, то для шофера баранка авто. Как раз в автомобильном полку и тянул лямку Александр Леднев. Фронтовой путь герой нашего сюжета начал в Куйбышевской области. После этого, значит, 26-й автомобильный полк ставки Верховного Главнокомандования в Москве. В Москве я, значит, находился в этом полку. И мы получали американские машины, студопикера, Виллис и Шевроле, Джемси, которые поставлялись из Америки. Проверку боем заморская техника выдержала. Как, впрочем, и сам Александр Леднев, который попал под бомбежку недалеко от Великих Луг. Это была ночь. Мы ехали на Калининский фронт. И началась бомбежка, значит, эшелона, который стоял в Великих Луках. Узнал, что такое война, что такое, значит, смерть. Доехал ветеран аж до Варшавы, за освобождение которой получил награду из рук самого маршала Константина Константиновича Рокоссовского. Неординарные личности, кстати, сыграли не последнюю роль в жизни Леднева. Будучи главой регионального спортивного общества трудовые резервы, ветеран принимал на работу бессменного наставника Уралочки Николая Карполя. Ну, заботы с ним было очень много. Он энергичный, вы, наверное, его знаете, что такое. Где-то, значит, его отстранят, присылают телеграмму. Александр Васильевич, выезжай, Карполь отстранили от команды. Я лечу, то на Дальний Восток, то, значит, в другие места приезжаю. Коля увидит Александр Васильевич. Ну, и вот сорвался, вот то другое и так далее. Так что вот с Николаем Васильевичем Карполем много мне приходилось, значит, работать. Александр Леднев не просто спортивный функционер, если говорить на сегодняшний манер. Спорт в его жизни всегда занимал отнюдь не последнее место. Зарядку, например, делает регулярно. Привычка, оставшаяся с военных лет, нелегко ведь сидеть за рулем несколько часов подряд. Я награжден многими спортивными, значит, наградами. Грамот этих, не знаю сколько, десятков, несколько. Вот. Отличник профтехобразования России и СССР. Я почетный, значит, спортсмен общества Трудовые резервы и Российской Федерации. Вот это заслуги, которые, значит, мне дали возможность, ну, на сегодняшний день еще принимать активное участие во всей спортивной жизни. Хотя мне на сегодняшний день 81 год. Собирался я уже домой, отслужив свой срок службы в Новосибирске, в Новосибирске военном округе, при штабе я служил. Ну, началась война. Буквально на второй день уже мы выехали на фронт. Среди сослуживцев парнишка с простым русским именем Иван пользовался уважением. С таким, как говорят в народе, и в разведку не страшно ходить. Мы скрытно подошли к этим танкам все, и вдруг один из танкистов немецких подошел сам к нам. К усики, видимо, по-легкому сходить все. Ну, и тут группа захвата наша его, как говорится, и взяли. За операцию на участке трассы Минск-Москва разведчик Иван Золотухин был награжден орденом Красной Звезды. Эту боевую награду герой нашего сюжета пронес через всю войну. До самого дня победы, который встретил уже в Свердловском пехотном училище. У меня все время в коридоре стоял конь. Я требовал от курсантов, чтобы кто мимо не проходит, обязательно прыгнул. И в длину, и в ширину. И вот, когда Дневальный заступил в дежурство, ночью послушал по радио о том, что закончилась война, подписано соглашение о капитуляции немецких войск, то он решил, значит, где-то около 4-х часов утра через этого коня попрыгать. Размер обуви его, сапог был 44-й, деревянный пол был. Вот и вот он разбегается, топ-топ-топ, и прыгает раз, два. Ну и прежде всего я, как старшина, скочил. Выскочил, значит, трусов. В чем дело, что-то, старшина, война закончилась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова